В Осташкове отметили престольный праздник Вознесенского Знаменского собора. В день престольных торжеств собор посетил митрополит Тверской и Кашинский Амвросии. Вместе с паломниками и горожанами архипастер помолился перед чтимой иконой Богородицы Знамени, пребывающей в северном пределе храма. Каждый, кто входит под своды этой церкви, попадает в особую атмосферу. Вознесенский собор города Осташково – древний храм, стоящий на месте, где некогда был монастырь. В 1673 году осташковские старицы, получив благословение патриарха, обратились к царю с прошением разрешить устроить женский монастырь с церковью в честь иконы Знамени и пределом в честь пророка Ильи. После революции Знаменская церковь, как и многие другие, была закрыта. В 1928 году здесь образовался рабочий городок, позже открылась швейная фабрика. После войны по ходатайству верующих властями была открыта для богослужений сначала зимняя часть храма, а после передачи верующим его целиком помещение отремонтировали и заново расписали иконописцы. Особо почитаема в соборе икона Богородицы – Знамени. Один из пределов освящен в честь этой иконы. По окончании богослужений было совершено славление учтимого образа Божьей Матери Знамени. Митрополит Амросий прочитал молитву Пресвятой Богородицы. Умиренно просящий со слезами твоего выступления. Ей, госпоже всемилостивая, умилосердився на нас, обуреваемый грехами многим. В своем слове за богослужением архипастер отметил, что жители Осташково многое получили от Божьей Матери, годами молясь перед ее образом. Владыка призвал всех и теперь, в это непростое время, вместе молиться Пресвятой Богородице, чтобы она помогла каждому из нас сочетать в себе помощь ближним и служение Богу, любовь к ближним и любовь к нашему Творцу, а также различать, что правда в нашей жизни, а что нет. Завершая богослужение, митрополит Амросий благословил прихожан и их детей. Каждому ребенку архипастер подарил по шоколадке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!